Сильное вздутие в кишечнике, тошнота, боль в желудке, ФГДС, ничего особо не показало, сказали, легкий, и вопрос опять обрывается. Я вот, например, один выход знаю, потому что у нас есть офигенный способ решения проблемы дистанционной, который называется гастрогрупп. Можно в ней поучаствовать и проработать всю проблему полностью, сформировав целый план дальнейших действий, который можно потом выполнить и избавиться от этой проблемы. Это один вариант. Второй вариант, можно, конечно, пройти марафон, на котором мы тоже полезного, чего много определяем, ну или прочитать вот эту базовую книжку, раз у вас проблемы с желудком, смотрите, гастрокнига очень важна, и желудочные войны. В них все вы найдете, что необходимо знать про желудок. Но, скажу вам вот что, в этой ситуации важно обратить на такую деталь внимание, ничего особо не показало. И это значит, что нет никакого рака, нет никакой огромной язвы, нет чего-то такого, от чего можно помереть. Но это же не значит, что там вообще ничего нет. И даже на словах сказали, что есть какой-то легкий, наверное, гастрит. Вот. И этого иногда бывает достаточно, особенно если гастрит атрофический, чтобы создать новую проблему в кишечнике. И тогда вот этот вроде бы в кавычках небольшой, не особенный гастрит будет так портить жизнь и так надувать кишки, что мало не покажется. Поэтому первая задача здесь, надо восстановить работу кишечника все-таки. И вторая задача здесь, надо вернуть состояние желудка в нормальное и убрать из него воспаление. Ну, судя по всему, оно по типу атрофии и оно может быть в долгосрочной перспективе чревато онкологией. Поэтому вот об этом надо думать и в такой последовательности решать эту задачу. Если вы хотите решить свою проблему с ЖКТ, присоединяйтесь к гастрогруппе. Мы разберем симптомы, результаты обследований и выберем пути решения. Переходите по ссылке в профиле. Продолжение следует...